Нам не нужно никакой идеологии, нам вообще не нужно никаких идей, у нас тупо пирамида, это загубило на корню развитие проекта. Но людям не интересно развивать пирамиды, не интересно людям объединяться просто тупо для того, чтобы переводить кому-то деньги. Приветствую всех, кому нравится зарабатывать в интернете, с вами на связи Андроник. Привет всем друзьям, коллегам, партнерам по бизнесу, отдельный привет всем друзьям и подписчикам в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. Сегодня хочу записать небольшой такой кухонный бложек на тему скама в проекте Меркурион. Да, да, не удивляйтесь, совсем недавно я получил информацию от нескольких своих друзей и партнеров по бизнесу о том, что в Меркурионе произошло, скажем такое, скрытое изменение маркетинг-плана без предупреждения и задержки по выплатам. На дворе у нас 2 марта и с 29 февраля, собственно, у многих партнеров висят заявки на вывод. По рекламе, то они должны за 48 часов обработаться, но, к сожалению, сейчас у нас наблюдаются проблемы по выплатам. Вот, и по опыту могу сказать, что если начались какие-то проблемы по выплатам, то, собственно, это очень такой серьезный звонок о том, что сообщество больше не будет выплачивать. Разумеется, официально это вам сейчас пока еще никто не скажет, и рефроводы будут активно сюда звать, приглашать, но я хочу, чтобы вы скинули это видео всем, кто вас зовет в Меркурион, вот, и особенно новичкам передали информацию, чтобы вы сдержались от новых взносов, потому что на данном этапе опасно участвовать в этой финансовой пирамиде. Вот, я сейчас хочу рассказать, собственно, на мой взгляд, почему у проекта такие проблемы сейчас, почему так быстро, вроде бы Меркурион запускал совсем недавно, в конце ноября прошлого года, проект активно начал развиваться даже в оффлайне. Почему же так произошло сейчас, почему же такие проблемы? Ну, во-первых, изначально мне не понравилось, что проект полностью с анонимными организаторами. Роман Хода, который является организатором и основателем проекта, ни разу не покал своего лица, по крайней мере, в официальных каких-то видео его не было видно, и при созвоне еще в декабре, когда мы общались, он не включал веб-камеру, и я сразу заподозрил, что здесь как-то, ну, делал нечисто. Вот, ну, собственно, мои подозрения оправдались. Вторая причина, да, по которой я считаю, что пирамида Меркуриона сейчас испытывает проблемы, это в том, что суда звали именно на пассив, именно какой-либо пассивный доход обещали участникам, ну, или подразумевали этот пассивный доход. Вот, на самом деле, это ключевой момент, который загубил сообщество. Я считаю, что если уж сообщество делать, то нужно изначально пропагандировать правильную идеологию, вводить какой-то ключевой смысл развития этого сообщества. Если здесь ключевым смыслом была взаимопомощь, то нужно было каждого партнера изначально ставить перед фактом, что мы тебе платим, как бы, дополнительный доход в виде ежедневных начислений за то, что ты пропагандируешь нашу идеологию. Записываешь видео о проекте, пропагандируешь какой-то, не знаю, здоровый образ жизни, активную жизненную позицию, благотворительность или еще что-то, создание какого-либо бизнеса, каких-либо реальных инвестиций. То есть, активно продвигаешь идеи, планы организаторов. И мы тебе за это, как бы, дополнительно, вот, помимо, вот, заработка на партнерской программе, мы тебе еще и платим ежедневный такой вот процент по твоему взносу. Вот в этом бы случае сообщество развивалось. Но поскольку, как это обычно бывает, продвигают проект 5% из 100% всех участников, вот сейчас такие проблемы. Вот, а еще третьей основной причиной того, что Меркурион сейчас не выплачивает и, скорее всего, в ближайшие несколько недель закроется окончательно, является то, что здесь по факту отсутствовала какая-либо идеология вообще. То есть, люди просто обменивались деньгами. И организаторы, и участники сами так очень рьяно пропагандировали, что это вот просто вот мы переводим друг другу деньги, просто вот у нас вот такая вот система. У нас ничего, мы никаких не обещаем инвестиций, у нас тут никакой благотворительности, мы ничего не делаем. У нас тупо пирамида. Вот, я думаю, что это очень многих оттолкнуло. И вот такая пропаганда жесткая, да, того, что нам не нужно никакой идеологии, нам вообще не нужно никаких идей. Вот, у нас тупо пирамида. Это загубило на корню развитие проекта. Но людям неинтересно развивать пирамиды. Неинтересно людям объединяться просто тупо для того, чтобы переводить кому-то деньги. Вот, я думаю, что это ключевая была причина. Вот, надеюсь, что данное видео вы распространите максимально по группам, по форумам, по чатам. Вот, предупредите новичков о том, чтобы не рисковали, по крайней мере, сейчас своими деньгами. Возможно, будет какая-то трансформация, может быть, что-то новое, может быть, что-то интересное сейчас будет на базе этого сайта, потому что собрали много людей. И, может быть, как-то роман хода извернется, организаторы как-то вовремя прорекламируют себя в новом формате, и сюда будет приток новых партнеров. Вот, но сейчас, по крайней мере, ближайшие пару месяцев, я точно не рекомендую здесь как-то участвовать. Еще один момент. Я думаю, что ко мне будет куча встречных вопросов по поводу проекта Интеркент, в котором я сам участвую. Ведь, как люди скажут, мол, это тоже сообщество, мол, ты сам участвуешь в таком же фонде. Вот, какие тут отличия. Я хочу сказать следующее, что я всегда за то, чтобы люди пропагандировали какую-то здоровую, здравую идеологию. Может быть, это хотя бы та же помощь другим людям, взаимопомощь. Возможно, это повышение финансовой грамотности, создание инвестиционного портфеля. Возможно, это продвижение реально действующего туристического направления. Например, Интеркент сделано сообщество лишь для продвижения услуг и сервисов реально действующего клуба на Тенерифе. Я сам был на официальной конференции, то есть ездил в Москву, общался непосредственно с лидерами, с организаторами. Вот, познакомился с Павлом Павловичем Павлюком вживую. Пообщались, посмотрели, собственно, идеи, ценности и направления развития клуба. Вот, я рекомендую всем посмотреть обязательно полное выступление Павла Павловича Павлюка, где он в течение 30 минут подробно изъяснил свои идеи, что он не собирается как-то тут собирать какие-то чужие деньги. Он собирается пропагандировать Тенерифе, остров Тенерифе, бизнес на Тенерифе, инвестиции на Тенерифе и привлекать сюда людей, которым интересно на этом зарабатывать. Активных туристов, спортсменов, путешественников, бизнесменов и так далее. Вот, у нас уже делаются все предпосылки, чтобы сообщество было самоокупаемым. То есть, помимо той взаимопомощи, которую партнеры оказывают друг другу, переводя средства, здесь будет реальная подушка безопасности. Это собственная ферма по майнингу криптовалют. Вот фотографии тут выкладывал. Скоро мы очень подробно об этом во всем узнаем. Оборудование закуплено. Вот, то есть, это то, что будет давать деньги тем, кто сейчас делает взносы. Тогда, когда этих взносов станет недостаточно. То есть, проект уже сейчас делает вещи, которые будут способствовать долгосрочной работе. И никакой связи с другими фондами тут нет. Вот. Обязательно посмотрите выступление Павла. Обязательно посмотрите видео о выплатах с сообщества Интеркент. Разберитесь. Обязательно посмотрите мое интервью, что интересного в сетевухе. Мы с моим товарищем обсудили, что вообще творится вообще в этих проектах. Хоть мы с ним и знакомы, вопросы были очень жесткие по существу. Про пирамиды, про взаимные фонды и так далее. Про стратегию развития. Всем рекомендую этот ролик. Обязательно посмотрите официальный промо-ролик про Интеркент. О наличии реального бизнеса. То, что здесь масштабная сеть апартаментов для партнеров клуба. Действительно есть яхтинг-клуб, дайвинг-центр, спорт и спа-комплексы. Есть высококачественный ресторанный бизнес. И самое главное, друзья, вот, это продукт, который совсем скоро появится на базе сообщества Интеркент. Это карта, клубная карта Тенерифи Кент Клаб. Вот, она будет давать привилегии всем туристам, которые будут посещать Тенерифи. Это и скидки, и бесплатный трансфер, и проживание в отелях на двоих, в зависимости от номинала вашей карты. Это реальный продукт. И сообщество сейчас превращается действительно в хороший бизнес-проект со здоровой идеологией и с формированием активной аудитории. Поэтому, ребят, подключайтесь в Интеркент. Надеюсь, что эта информация оказалась для вас полезной. И, конечно, предупреждайте людей о проблемах в Меркурионе. Я думаю, что если организаторы как-то извернутся и вовремя сейчас это все поставят на новые какие-то рельсы, возможно, все и исправится. Но, по крайней мере, сейчас новичкам я не рекомендую делать сюда взносы. Вот такая вот сегодня информация. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на меня в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. Зарабатывайте деньги. Всем пока и удачи. До встречи в будущем.